После просмотра обзора ТОПИТа у меня, короче, сгорела жопа, поэтому я делаю видео. Я скажу всю свою критику и вот это всё фигнё. Логичнее ничего придумать не могли, кроме как ху... кучу грешников, серьёзно? Почему бы весь ад не перебить тогда? Он же вам... Ну, наверное, потому что там всё время люди умирают в реальном мире, совершают всякие грехи и попадают в ад. То есть он всё время растёт. Или ты предлагаешь, что ли, там, держать 24 на 7 экзорцистов, чтобы они там убивали, кто первый появится? Намного проще просто каждый год как урожай срезать. Что за зло и зло, которое хуй пойми откуда взялось? Силой сюжета и благих намерений. Люцифер дал свободу. Люди начали ослушиваться Бога и делать чё-то своё, чё-то плохое. Куда их отправлять? В рай нельзя. Ослушались Бога и всё. Вот иди, иди тогда в ад. А куда ещё? Какого ху... длин, сами не знают, что умирают, если, сука, сами друг друга... Подойдём же оружием, блядь. Дело в том, что вообще-то они не знали, что может убить демон. Все понимали то, что ангела может убить ангела, но может ли это сделать демон? В этом как бы был главный вопрос. И об этом говорили ещё в третьей серии. Конечно, если ты её смотрел. Самый всратый диалог сериала и по заместительству мой любимый. О, Аллаштар. О, паук, который сюжет уже в Next серии? Блин, ты такой крутой, Аллаштар. Расскажешь, как стал таким крутым? Да нет, это ты крутой. Для алкоголиков у меня, наверное, будет игра. Посмотрите обзор и просто сравнивайте, сколько моментов он пропустил, и какие сюжетные дыры он сам выдумал, потому что он не смотрит мультик просто. Ведь он в этом диалоге пропустил довольно-таки важные вещи, типа, что вот этот паук, получается, отдавил Алластра и хотел узнать всякие вопросы, потому что почему он к принцессе пристал? Почему исчез? Есть теории того, что его взял свет под свою сторону, почему он помогает Чарли? И то, что Аллаштар всё время уходит от ответа. И ты всё это пропустил просто потому, что, ну, не хочешь смотреть или не хочешь слушать, я не знаю почему. Начинает песни учить себя извиняться. Это как если бы в концепте Аллера Дёрден и второй подружились бы, и бы ему, знаете, важна и суть произведения, о друзьях, которых мы нашли. Конечно, я не знаю, что ты смотрел, как ты смотрел, если забыл о том, что в самой первой серии ещё, что даже в самой первой серии вот эта Чарли, блин, пела, как какая-то принцесса диснеевская. Типа, ну, чё ты ожидал вообще? Я не понимаю, чё ты хочешь? В этой же песне Велвет догадывается чисто, как у неё, это обычно, в общем-то, и происходит, видимо, что Ангела убила именно Карамила, и начинает её в этом подозреть. Я просто не понимаю, как ты умудряешься не смотреть, при этом даже вставлять части из мультика, где это показывается, откуда она узнала, но при этом вообще я не понимаю, как ты смотришь, как? Но тема с ненавистью самой к себе у Веджи просто нет. А пять минут назад до этого говорил об этом. Ты что, забыл, что ли? Пять минут назад в третьем эпизоде об этом было. Буквально ты сцены показывал, где она там грустненькая стоит, типа вот не справилась с работой и себя за это ненавидит. Как-то пропустил, что ли, вообще? Как ты обзоры делаешь? Но нахуй тогда никчёмная надстройка в виде любви и привязанности к Валу. Ну, я тоже не понимаю, зачем ты это придумал. Что ты имеешь в виду под любовь и привязанность? Алкогольная зависимость или наркотическая зависимость? Или, блин, рабский контракт? Что именно ты имел в виду? Или то, что Вал просто его использует как игрушку, потому что он в этой индустрии находится, и типа он делает, что хочет, потому что рабский контракт? Да и в шоу показано то, что все эти зависимости только для того, чтобы не думать о работе и не думать о вот этом всём. Ну, о чём ты? Ну, да, мы не изменили. Буквально, буквально, как было всё, так и осталось. Но хотя бы Энджел не один. А когда он был один, я черри в этом сериале. Ну да, шестой серии вообще, получается, не существует. Да даже в этой серии показывается то, что он раскрывается перед, блин, Гарфилдом этим. А кот ему говорит то, что, ну, надо просто жить с этим. Вот такой вот лох, ну, бывает. И даже в этой же серии он там потом идёт не забыться, там, попить, а чтобы поговорить по душам, вот это всё. А про черри-бомб, да и говорить нечего. Она просто развлекается, ей вообще пофиг на это всё. И главное, там, наркотики, я не знаю, и пивко, всё. А вообще на вот это отношение пофиг. Дело в том, что в современных условиях и с той повесткой, что пихает Хазбип, ты физически не можешь пересадить нормального персонажа. Да, это невозможно. Тебе повестка мешает мультик смотреть, что ли? Чё ты за оправдание, тупый? Ты сначала мультик попробуй, посмотри, что это такое вообще? Ты не можешь арку видеть, изменения какие-то, ты просто о них не видишь, не задумываешься, и при этом виноваты, блин, политики левые. Ты за повестки снимаешь такие обзоры, где просто забываешь факты из мультика. Поэтому никаких выводов по типу, начни с себя, предприми действия, перестань вести себя какие-то... Нет, ни в коем случае. Да, да, получается вот Хаск в шестой серии, который как мамаша пристает всё время, и чё-то может не стоит, может не надо, и там вот Энджел что-то пытается, это неважно. И неважно то, что там Хаск показан, как кто-то хороший, кто вообще-то помогает, там, Анджелу. Не, это пофиг, этого не было. В принципе, вы уже должны были понять, что для меня развеяние на серии нужно лишь для того, чтобы в каждой серии выцепить какую-то виду Хазбина и разобрать её. Скорее выдумать, ну да ладно. Я устроил этой дури приём, на котором она попытается перед всем ангельским советом доказать, что истребление, о котором никто в курсе должен быть, я напоминаю, что оно, мол, не нужно, ибо есть вариант с искуплением. Ну, а план, да? Чел, реально, в следующий раз использую чаджи 5, например, я не знаю, чтобы писать сценарий нормально, потому что ты букв... Я не знаю как. Ты просто не хочешь слушать, что там говорится. Там же явно сэра, и вот... Все остальные пытались это скрыть, то есть, типа, не говорите. И вообще, вся эта аудиенция, блин, она не по поводу того, нужны ли вот эти экзорцисты, блин. Она по поводу того, работает ли вообще этот отель. Это аудиенция о том, может ли человек из ада попасть в рай через этот отель, чтобы, ну, вдруг там помочь, я не знаю, или что. Просто типа ангелам увидят то, что, о, это работает, может что-то сделать. Никто не говорил о том, что это об отмене и истреблении вообще. Откуда это ты берешь вообще? Мы не хотели, чтобы знали о зачистках. Соглашайтесь на аудиенцию, вызванную зачистками. Ну да, ну да, а получается, сэра просто так плакала из Адама о том, что Люцифер занялся этим делом, и из-за этого приходится аудиенцию проводить. Один из изначальных серафимов, который сейчас правит другим миром, блин, он никакой вообще силы не имеет, вот так. Даже аудиенцию не может сделать, просто. Ну и что это меняет? Давайте все вместе три-четыре... Отношение персонажа, оно меняет. Из-за того, что Чарли потеряла уверенность, сразу Аластер подошел и все под себя контролит. И сделку сделает, и потом к своей подруге отвел еще за помощью. Ну типа вообще ничего не поменялось, так ведь? Затыкаемая мерзкая подруга Аластера, которая просто так решает отдать кучу людей до убьяния. Ну, убивать ангелов никто так еще не делал, а из инфы у нас только сторонний слух про то, что кто-то когда-то где-то там возмолил ангела. Во факт, мы просто просим людей на смерть войти. Единственное, незатыкаемые мерзкие тут, это тын. Блин, это вообще пипец. Столько врать, это просто невозможно. Это просто вранье. Просто так и дает каннибалов на убиение, когда они, ну, они реально сами бы согласились, если есть возможность, блин, поесть ангелов. Типа это вкусно, потому что... А доверилась она? Ну, блин, она доверилась Аластеру, потому что ее друг, блин, он пришел и говорит, давай, у нас есть темка такая, вливайся. Все, все просто. Это не потому, что сюжет, блин, такой, это потому, что ты, блин, не увидел его. Ты что ли по комментариям на ютубе его смотрел? Как ты вообще его смотрел? Глазами вряд ли. Надо нам пояснить, что ангелы не умеют сражаться. Кому нам, блин? Тем, кто слушать не умеет. Она же сказала, что у ангелов есть конкретный стиль, у которого есть недостатки, который она как раз-таки увидела у Веги, блин, и из-за этого поняла то, что, блин, дерется как ангел, и при этом есть копье. Наверное, ангел, блин. Они же не привыкли между собой драться, поэтому она ее и учит, как сражаться против ангелов. Она же, блин, не знает, она только бивала этих демонов просто так. Я знаю, что ты, Веги, ищешь мести, и ты жаждешь крови, что этого нет в поведении персонажа. Да, получается, шестой серии у нас не существует, да, и все ее фразы, там, о том, что не доверять ангелам, или то, что они плохие, блин, тоже нет. И восьмой серии, где она там наслаждается тем, что убили, наконец-то, Адама, да, этого не было. Как же хорошо это показывает тот пох***зм, с которым и велась работа. Абсолютно сытается. Имя шоу для детей, вроде отеля Трансильвании, где герои шуткуют, а, знаете, беспомощные враги просто со с***ю продолжают убиваться бессмертных бронированных сюжетом героев. Чего реально сейчас описал бои, блин, из Мстителей какие-то супергеройские, когда там группа героев отбивается от тупых роботов или инопланетян, блин. Ну да, ну то же самое. Как будто бы, блин, нельзя это делать. Почему? Просто не нравится, потому что. Ну окей, блин. А то просто это говно, потому что мне только не нравится. Без каких-либо там хороших аргументов. Итак, а помним, да, ангелам нельзя навредить ни ангельским оружием. Так вот, внимание, внимание, ангельские осколки. Тут ангелов типа Вильтрумитов, что ли, которых, ну, невозможно, сложно убить. У Гоку нету, например, блин, этого ангельского металла. Всё, значит проиграл. Если у тебя нет криптонита, всё, ты не можешь победить ни как Супермена. Ну, больше невозможно никак. У нас же они, ангелы, наверное, посели как Супермен, да? Они просто, они немного лучше. В огромном количестве прилетают, блин, одной огромной армией, что... И убивают всех. А при этом сильные ада просто жопу отсиживают и не начинают никакой бой, чтобы потом не истребили всё сразу. Почти весь мой обзор шутки. Потому что, ну, я люблю делать шутки, да? Это я надеюсь, все понимают. Вместо того, чтобы шутки придумать, лучше бы, блин, мультик посмотрел, ну реально. И вот он, типа, финальный замес шоу 18+, где могли, блядь, померить почти все персонажи, где могли что-то серьёзное вкинуть. Нет, никто не пострадал. Ну да, 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 никто вообще не пострадал. Про кого всех, ты говоришь? Почти всех могли убить, блин. Кого? Там и так персонажей почти нет. Вроде целый отель, но там, блин, раз, два, три и обчёлся. Остальные просто работники. Типа, если шоу взрослое, то значит там надо, чтобы все померли, блин, сразу. Значит, сюжет плохой или как? Ты хотя бы скажи свою идею, если у тебя что-то есть, а то, ну, просто надо полперсонажа убить, вот тогда нормас будет. И идеи какие-то вложить, которые я, блин, не знаю ничего, но, блядь, было бы круче. Потому что, я не знаю. Это в глубине души, я хочу, чтобы оно было смело, интересно, логично, в конце концов. Видишь, даже ты не следуешь правилу, показывай, а не рассказывай. Чё ты хочешь от них? Если в вашем шоу всякого рода меньшинства занимают большую часть каста, но при этом, блядь, всё шоу не строится вокруг темы меньшинств, а основные действующие лица это типа случайная выборка из случайных существ, никак не связанных с их предрасположенностью к меньшинствам, то вы бездарь, который вешает на персонажи ярлыки. Ребят, если у вас там одни чернокожие, например, или геи ещё в фильме, но вы вместо того, чтобы говорить о Джорджи Флойде или ЛГБТ, говорите о всяких черных пантерах, то идите обратно в школу, ребят. Снимать кино это не для вас. И пофиг то, что в мультике есть моменты, когда показываются, что обижают их или что-то не нравится другой стране и то, что они там меньшинства. Вообще пофиг. Зачем смотреть мультик? Лучше просто наклеить ярлык, то что это говно. И даже не смотреть. Говно, говноица, и что-то там я выдумаю, и всё. У вас забавка считается пропихивание всякого рода психологических заболеваний в массы. Путем романтизации подобных образов. Не понимаю, отчего у тебя бомбит? Где это в мультике? Где что-то плохое, что говорят это хорошо, романтизируют это? А что ты говоришь вообще? Всегда персонаж есть, который скажет, что это не настолько хорошо. Типа Хаска там. А то ты начинаешь в общем говорить о чём-то непонятно о чём, потому что мультик не смотрел, начинаешь о какой-то фигне другой говорить. Просто не смотри всякие вот эти аватары. Мультик же и так есть, зачем тебе вот эти переделки? А вас ненавижу. Не геев, трансов и инвалидов, а именно вас, что вы заменили себя толкателями верных идей в массы путём превращения медиакультуры в аутистов. Да, ребят, давайте лучше винить каких-то тупых сценаристов, которые нормально писать не могут, вместо тех, кто, ну, ставит их на работу и просит вот это всё делать, да? Больше-то винить некого. Мне компании же нанимают их и посылают на всякие интервью вот это всё, рассказывать о том, что они, блин, оригиналы не смотрели, да? Это они сами решают как-то вот так. Просто заходят из ниоткуда и садятся на работу, и всё это делают. Компании сидят в афиге просто. Откуда это появляется? Да бы лучше вместо глубокого анализа политики лучше бы мультик посмотрел, и всё, блин. Можно поменять многое, но некоторые вещи, как по мне, прям просятся быть вырезанными из сюжета. Хасбин страдает порой и от того, как мало было времени уделено той или иной теме. В общем, я так-то согласен. Наверное, потому что это первый сезон, и решили всё накидать. И ещё потому что, блин, мало серий. Пришлось поэтому просто накидывать и как-то не завершать ничего. И типа, есть у нас Тви, но они как-то ничего не делают. Есть у нас там сильные миры, а до того. И они как-то тоже ничего не делают, только двое там. И получается, что пошли против Рая только там с тремя сильными ада. И там потом папа просто так приходит. Всё это подсыпано такими историями, как из ситкомов каких-нибудь. Типа, там, пришёл папа, или нам надо снять рекламу и занятия по верности вот это. Ну, короче, да, они как-то не продумали вот это хорошо. Ну, не обязательно было для того, чтобы сказать, что мультик окей, блин. Придумывать там чё-то, забывать о чём-то. Блин, просто врать в каких-то сценах. Ну, зачем? Это не обязательно. И так мультик среднячок. Ну, блин, даже нет смысла врать ни о чём. Просто смотри и всё. И мне больше нечего сказать. Спасибо за видео.